Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы живы? Да, да Встать сможете? Да, конечно Я помогу Ой, черт, что же за день такой Так что же это вы, что же вы под машину-то бросились? Простите, я вас напугала, дело в том, что меня толкнули Толкнули? Ну что же вы по сторонам не смотрите? Вон! Вон пешеходный переход! Как так можно под машину бросаться? Ну, честное слово! Простите, пожалуйста, если что-то с машиной, я все оплачу Да нормально все с машины! Я испугался просто! Извините, я накричал просто! Нет, правильно, что вы кричите, я понимаю Я просто не ожидал, я... Ой, у вас очки разбились Да вы что? Да Ай, ну это ерунда, ничего страшного Вы сильно ушиблись? Калина ушибла Чем помочь? Ой, честно говоря, очень хочется кофе Вот убила бы сейчас за чашку кофе Ну, это-то несложно устроить Пожалуйста, здесь у нас самый хороший кофе в городе Да, я знаю, с самыми лучшими пирожными, у меня здесь брат работает И кто у нас брат? Шеф-повар Здравствуйте, Федор Алексеевич Подождите, так значит вы... Да, совершенно верно Я Федор Лаврецкий А вы, я так понимаю, тот самый единственный человек, с которым никогда не спорит наш шеф Да? Вы Соня? Да, верно Это просто катастрофа, Алик, а ведь так хорошо все шло Я нашел человека, он профессионал Сделай все как надо Да, да, берет дорого, но зато будешь жить спокойно И забудешь ты, да не нервничай ты так Все будет в полном порядке Да, легко сказать Мне так страшно, Алик, это очень большой риск Да не думай ты об этом Думай о результате Риск минимальный Поняла Твой специалист не напортачен? Человек надежный Помог многим моим клиентам Ау Я объяснил о твоей проблеме Сказал, что решит Деньги половину сразу, половину отдашь, когда все закончится Я поняла Ну что, согласна? Мне нужно еще раз все обдумать Дай мне время до завтра Ладно, завтра увидимся Тебя подвезти? Наверное, лучше, чтоб нас не видели вместе Все, пока Привет Привет Вот Качели Наташке поставил А чего, меня не дождался Тебя дождешься, пожалуй Наташка ждала-ждала И уснула О делах-то расскажешь? А чего рассказывать? Я вон в мэрию съездил Документ подписал В сыровармию потом съездил Поставщика сменил С женщиной познакомился Давно пора И где вы познакомились? А она ко мне под колеса автомобиля бросилась Да? И такое? Бывает, я с твоей бабушкой познакомился Я знаю, как она на тебя ведро краски вылила во время вашей комсомольской стройки Только это, дед, чуть-чуть другая история От чего же? От того, что это сестра моего шеф-повара И какая же у твоего знаменитого шеф-повара сестра? Совсем не такая Не такая, как он? Да нет, не такая, как я себе представлял Я думал, что это будет старая дева с ученой степенью А она без степени? А она со степенью Она еще красивая Она еще английский преподает в университете И еще она любит кофе Еще любит театр, посещает все премьеры А еще в крокет играет В крокет? Да, и такое бывает Ты, Федор, не теряйся Такой случай не каждый день выпадет Гляди, не упусти Ты ее в театр пригласи Купи билет на премьеру За такой девушкой надо красиво ухаживать Тоже скажешь? Я уже забыл, когда последний раз за женщиной ухаживал У меня вон, Наташка, бизнес Шеф-повар, лампопо, щи наливает Вчера вообще чуть не уволился Это как получится, что я его сестру по театрам таскать буду Тем более, я же театр не люблю Ну ладно, пойду я чай выпью, а то холодно Давай Вон, напротив, старая лодочная станция, так она закрыта давно С поселка все на левый берег купаться ходят А если порыбасить, то лучше за дамбу Как вы обнаружили тела? Да, случайно наткнулся Я от Шуры нашел и решил по берегу срезать Смотрю, человек лежит Думал пьяный Оказался он Утопленников Ну а потом Второго разглядел Посмотрите повнимательней Вы точно не видели этих людей? Может они кому-то в гости в поселок приезжали? Никогда не видел Тут недалеко обнаружили следы автомобиля Судя по всему внедорожник У Галактионовых как раз внедорожник И еще вот это Это приобщите к делу А машина Галактионовых в розыск Хорошо Вам спасибо, вас больше не задерживаем Хорошо Смерть наступила в результате утопления Пробы воды из легких совпадают С пробами воды из водоема, где их нашли То есть, тела не перемещали? Почему же перемещали? Есть следы волочения А токсикология показывает следы сильнодействующего препарата Скорее всего в воду они попали уже в бессознательном состоянии Значит все же убийство Мое мнение, да Кто-то накачал их снотворным, вывез за город и инсценировал несчастный случай Да Борис Галактионов работал в юридической фирме переводчиком С коллегами он практически не общался, врагов не имел, сбережений и накоплений тоже Но Есть полис страхования жизни на очень крупную сумму О как В случае его смерти деньги перечисляются попечителем сына И кто попечитель? Представители компании «Ковчег» Это санаторий для людей с ментальными нарушениями А, то есть Где о его сыне смогли бы позаботиться Ну что ж разумно Но сын мертв и получается, что деньги получат ближайшие родственники Каковых у нас? Сводная сестра Бориса Галактионова Живет в Вятке, других родственников нет Ей же перейдет квартира и другое имущество То есть, смерть Галактионовых сделает ее очень состоятельной женщиной Вот вам и мотив Костя, свяжись с ней и опроси, и потом мне доложишь Сделаем Хорошо Если хочешь, могу устроить себе сегодня выходной Будем тебе после вчерашнего отпаивать кофе с кардамоном Смотреть старое кино Не надо, я в порядке Мне еще нужно учебный план составить А то Марьяна на меня уже волком смотрит Понятно Ладно, я тогда займусь новым меню Пока Лаврецкий не передумал А то опять про оливье заведет Ты его демонизируешь Мне казалось, он самодур Ретроград и чудовище А он нормальный человек, тоже симпатичный Это он с тобой симпатичный, ты бы его на кухне видела Я тебя видела на кухне И по-моему, вы друг друга стоите Это говорит моя собственная сестра Которая должна быть за меня горой Их, это у Вильяму Соня, сегодня вся твоя любовь достается Вильяму и Лаврецкому А как же родной брат? А родному брату пора на работу Да, Федор Соня В порядке, спасибо Передам непремену Тебе привет от Лаврецкого Угу Федор, а что у нас по новому меню? Слушай, давай мы по меню потом поговорим У меня ребенок болеет, я врача дождусь Потом приеду, пообщаемся Хорошо? Все, пока Давай, давай Не хочу я никакого врача Ну, что значит, не хочешь врача? Дай Наташка, с такой температурой не шутят Дед Дед, клади варенье, чай налей горячий Наташа, ты что, совсем плохая-то такая? Давай, ляг в кровать, полежи, а я скорую вызову Просто напиши записку, что не пойду на курсы английского Ну, как так? Мама всегда так делает Что это? Так сложно, что ли? Наташа! Дочь! Наташка! Ну, что ты на меня так смотришь? Ты отец? Иди поговори с ней, разберись, в чем дело Хорошо Хорошо С помощницей Галактионовых поговорили? Пока не удалось связаться Ребята поехали на квартиру Галактионовых И я сейчас туда Вместе поедем, хочу своим глазом посмотреть Можно мне с вами? Игорь Александрович, ну пожалуйста В конце концов, это же я Галактионовых нашла Ну, что нашла, молодец, хвалю Дальше давай, каждый будет заниматься своим делом Ты у нас пока кто? Стажер Игорь Александрович, как я могу чему-то научиться Если вы меня к реальной работе не допускаете Какой смысл тогда в этой стажировке? Анастасия, в гроб ты меня вгонишь своим упрямством? Хорошо, займешься помощницей Галактионовых Этой Богдановой Ее надо найти и опросить, поняла? А можно я тогда с вами сначала на квартиру, а потом займусь поисками Аллы Богдановой? Нельзя Поехали Это Сонечка у нас со всеми общается И со мной вот, со Партионовыми А я в этой квартире ни разу не был Поэтому, пропало что или нет, я вам сказать не могу Сос Михайлович, что скажете? Ничего необычного не замечаете? Нет, мне кажется, все на своих местах А это что у тебя там? Не знаю, рисунки какие-то Рисунки? Некоторые из них даже подписаны Тут таких альбомов много Это Сашины дневники Саша почти не говорил, но он очень хорошо рисовал И делал зарисовки почти каждый день Я так понимаю, он рисовал то, что видел Здесь, наверное, где-то и вы есть Так О, а это подписано, смотрите Алла пришла из магазина Алла — это их помощница? Да Да, интересно О, а вот это Владимир Петрович Наверное, так Саша представлял его на охоте Да, действительно, талантливо, один в один изобразил Так, а это кто? А это… Надписи? Нет Не знаю, как будто кто-то очень-очень знакомый, но не понимаю, кто это Разину в свой тлетворный зев виной хлеб обрызгал змей Тогда пошел я в грязный хлев и лег там спать среди свиней Саша писал стихи? Нет-нет, это Блейк, английский художник и поэт девятнадцатого века А рисунок — это вариация на тему одной из его гравюр И Саша интересовался его творчеством? Ну, вообще, насколько я знаю, Саша не интересовался искусством Ни живописью, ни поэзией Посмотри в домашней библиотеке, может там книги или альбомы этого самого Блейка есть Вообще, я не понимаю, где Саша мог видеть гравюру Блейка Ну, может быть, в интернете Нет, Саша не пользовался интернетом и никакими другими гаджетами Людям с его диагнозом важна тактильность, предметный мир Иначе они теряют связь с реальностью Поэтому у Саши были бумажные книги, головоломки, пазлы, раскраски Мы часто играли с ним в шашки в лото Он меня всегда обыгрывал Да, вот так жили тихо, мирно Кому помешали? Ну, эти дневники мы заберем с собой в работу, хорошо? Хорошо Ну что, Татка успокоилась? Немного Этой Нине надо голову оторвать Это она из-за Нины так расстроилась? Из-за английского Ну, она же не занималась, просто абсолютно А у них там открытый урок, Татка переживает, что будет хуже всех Нервничает Поэтому устроила этот цирк с температурой Ясно Градусника в чашку грела, что ли? Наверное Ладно, пусть дома побудет, успокоится Да А завтра что? Послезавтра У нее ж вообще все запущено На занятия ходить не хочет А с этим английским надо что-то делать Как-то подтягивать, заниматься Где педагога брать? А где, ты говоришь, сестра твоего шеф-повара работает? А это при чем? Ну, ну, думай В университете английский преподает Ну? Об этом сразу не подумал То есть, надо позвонить? И что, получается, ты молодец? Игорь Александрович, а можно я клетку заберу? Что, простите? Ну, можно я клетку для Уильяма заберу? А то ему в ящике неудобно Ну, конечно, тут целый дворец Да, Борис Васильевич специально ему под заказ делал Так я заберу? Да, конечно, для нас она интереса не представляет А животному радость Я потом принесу, Сонечка Игорь Александрович Да Александра Ильинична, а вы не знаете, куда Алла переехала? Нам очень нужно с ней связаться Адрес она не оставила Но мне кажется, у меня в блокнотике записан телефон ее родственников Они где-то в поселке живут, в области Я сейчас поищу Можно я сфотографирую? Да, конечно Вот! Ирина, двоюродная сестра Аллочки Спасибо большое Не за что Можно я осмотрюсь? Да, конечно Только мне здесь не прибрано Аллочка вот надумала съезжать, а мне как раз мама заболела То в магазин, то опять к маме кручусь, как белка в колесе Ничего не успеваю ни прибраться, ни жильцов новых искать Да вы не переживайте, Александра Ильинична, все в порядке А скажите, журналы вот эти тоже Алла? Ее Все время их покупала Скажите, а к Алле часто гости приходили? Нет, никто не приходил Может быть, у нее есть друг, поклонник Ну что вы, какие поклонники? Аллочка, конечно, хорошая девушка, но совсем не красавица И не очень общительная На таких мужчины редко обращают внимание Ну, просто здесь розы, я подумала, может быть, ей подарил кто-то? Так это, наверное, люди, у которых она работает Очень культурная семья, Аллочка исключительно хорошо о них отзывалась Ну что, какая информация по машине? Машина зарегистрирована на Галактионова Бориса Васильевича Мы как ориентировку получили, сразу сообщили вам Жильцы говорят, джип уже два дня здесь стоит Камера видеонаблюдения здесь есть? Есть у подъезда, еще одна на выезде со двора Машину Галактионовых бросили во дворах за хлебозаводом В камеры видеонаблюдения попало двое мужчин Один из них проходит по нашей базе Ну-ка Ануфриев Анатолий Викторович, 77-го года рождения В машине нашли его отпечатки пальцев Привлекался по хулиганке Постоянное место регистрации – Сосновка Это тот дачный поселок, рядом с которым тела обнаружили? Он самый Так, с машиной пусть эксперты поработают А сам бери ребят и быстро к этому Ануфриеву на адрес Сделаем Давай Давай Спасибо, Лев Валерьянович, все из рук валится Это из-за вчерашнего Вы ведь на опознании были Разумеется, это такой стресс Очень сочувствую вам, Сонечка А как это случилось? Автомобильная авария? Боюсь, это было убийство Что вы говорите? Какой кошмар А полиция? Они что-то делают? Проводится расследование, ищут преступника Да, они все делают Я поэтому и задержалась Они осматривали квартиру, попросили, чтобы я поприсутствовала Конечно, конечно, это ведь вы первые забили тревогу Я ведь у них бывала, понимаете Я играла с Сашей в лото Я пила с ним чай И вот Его убили, он был Такой хороший-хороший Безобидный-безобидный Их обоих убили Вот что, Сонечка Давайте-ка попрошу Светлану Сергеевну Заварить нам кофейку С бальзамом, а? Вам надо успокоиться Прийти в себя Я, Алле, уже несколько дней дозвониться не могу Муж говорит, не паникуй Может, деньги на телефоне закончились Или еще что? А у меня сердце не на месте Завтра в город поеду, уже отгул взяла Ира, вы не переживайте, мы ее найдем Можно я фото на время возьму? Все это ты ее прохиндей Будь он не ладен Пока не появился, все у нас хорошо было А я сразу поняла, что прохиндей Был бы порядочным человеком Приехал бы, познакомился бы с родней У Аллы кто-то есть? Парень или жених? Я же говорю прохиндей Никакой не жених Алла, она же простая душа, всему верит Ее обмануть проще простого А вы можете мне про Аллу поподробней рассказать? Да что тут рассказывать? Она со школы все замуж выйти мечтала Журналы эти свои читала про идеальные свидания Гороскопы всякие Кто кому подходит, кто нет Все принца ждала Я ей как-то ко дню рождения Денег на новое пальто дала А она все деньги на мошенников спустила Ой, кур забыла покормить На каких мошенников? Ну, которая проводит эти марафоны желания Я ей говорю, Алла, ну что ты как ребенок Разве можно не верить? А она довольная такая Нет, ты ничего не понимаешь Я марафон желаний прошла И любовь свою нашла И скоро замуж выхожу Но с женихом знакомить вас не стало Нет, надо было бы мне настоять Чувствовала, что что-то не то Ну, не верю я в такую любовь с первого взгляда Ну, почему с первого взгляда? Может, она его давно знает Может, это Борис Галактионов Она же у него не первый год работает Не он Она со своим женихом познакомилась на улице Алла на работу шла А он возле дома стоял Будто ее ждал А еще что-то про него рассказывала? Какие-то подробности? Что их судьба свела Что они друг другу предназначены Что у них все звезды совпали? Вот, говорит, ты не верила? А у нас все как в журналах пишут На каждом свидании цветы и конфеты А еще он ей стихи пишет А может быть, она к нему и переехала? А она не говорила, где он живет, кем работает Нет, ничего такого не говорила Светлана Сергеевна Да Лев Валерьяныч на кафедре? Да, Софья Михайловна разговаривает С кем? С Менделеевой Лев Валерьяныча успокаивает Вот, кофе попросили Альберт, я согласна А может, Аллен жених всех, кто ее заманил? Почему вы так решили? Она как с ним познакомилась, очень переменилась На себя стала не похожа Ну вот, к примеру, раньше Галактионов у нее был хороший человек Порядочный, радовалась, что к такому прекрасному человеку на работу устроилась А после знакомства с женихом? А после Борис Васильевич у нее стал вор, обманщик, человек без сердца И ребенок у него больной родился За грехи наказания За какие грехи? Вроде как Галактионов Что-то присвоил себе чужое, какую-то ценность И прятал это у себя дома И из-за этого кто-то пострадал Так, что за ценность и кто пострадал? Ну, я как-то это не очень поняла Но у хорошего человека жизнь разрушена из-за Галактионова И еще какие-то подробности говорила? Ну, говорила, что можно все исправить И, ну, восстановить справедливость Каким образом? При помощи книги Вроде как этого, ну как же Узирена, не то Урезена Ну вот это как-то так Так вот я и думаю Может она правда с сектой спуталась Коль! Ну загони ты козу! Ну она опять-то все розы у меня поест! Ой, простите! У меня Коза в палисадник повадилась А у меня там розы! Я же совсем забыла сказать Алла у меня черенки просила А я ей говорю Алла, ну розы в квартире не вырастут Им нужна дача, участок А она говорит, а мне может быть Для дачи и нужен Так может уже не хота, дача есть? Здесь половина суммы Остальное дашь, когда все закончится Да Вот я купил тебе билеты Уедешь на пару недель А, Олег Прошу тебя успокойся Все будет как надо Пока Игорь Александрович, я все узнала Сестра Богдановой говорит, Алла считала, что Галактионов хранит у себя нечто ценное Принадлежащее другим людям Думаю из-за этого его могли убить Так успокойся, присядь Присядь, Настя, я ни слова не понял Чья сестра, каким другим людям Кто что сказал Ты сиделку нашла? Пока нет Но я опросила ее двоюродную сестру С которой Алла общалась И сестра говорит… Пожалуйста, представь мне отчет о вашей беседе в письменном виде Вот я все записала Вот Игорь Александрович, я думаю все дело в этой вещи, которую Галактионов старший присвоил Настоящий владелец мог Нет, никаких ценностей при осмотре квартиры не обнаружено А все деньги Галактионов тратил на лечение сына и на страховые выплаты Ну, может быть сотрудники, которые проводили осмотр просто что-то упустили? Может они недостаточно внимательно осматривают? Анастасия, я в этой квартире полдня провел Уж поверь мне, ничего там не упустили Ну, Алла говорила сестре Настя, ты меня поражаешь Сиделка, которая верит в астрологические прогнозы и марафоны желаний рассказывает кому-то о сокровище, которое якобы хранится в Галактионовых И ты принимаешь это за чистую монету Завтра продолжишь поиски Богдановой И постараешься опросить ее лично А не строить версии по принципу «одна баба сказала» Так, ну-ка Да, слушаю Добро Выезжаю, буду у вас через полчаса Ануфлева задержали, мне нужно с ним побеседовать Очень прошу, забудьте о мистических сокровищах и о форме протокола, договорились? Договорились Да, мам Все нормально Не волнуйся, пожалуйста Нет Папа по делам уехал А дедушка здесь Ты можешь с мамой поговорить? Нина Да, слушаю Нет, это тебе лучше самой с Федором поговорить Хорошо, скажу, чтобы тебя набрал Хуже детей, ей-бог Ну, зато как развелись, почти не ругаются друг с другом Это верно Да Ты главное помни Развелись, не развелись А тебя они все равно любят Они друг с другом развелись, не с тобой Я знаю У нас у половины класса родители производились Теперь детей делят Мои еще ничего Соня Ой, Федор, вы как здесь? Простите, Софья Михайловна, я хотел обратиться к вам по делу Да, пожалуйста Вы не согласились бы позаниматься английским с моей дочкой? Я слышал, что вы преподаете Я слышала, что у вас маленькая дочка Ну, как маленькая, ей уже один скоро будет, а хам-хам-хам там вообще все пятнадцать Да, да я не сомневаюсь, дело в том, что я не занимаюсь с детьми Там есть свои нюансы, но я могу посоветовать вам очень хорошего детского педагога Ну, может, вы все-таки попробуете? Почему я? Я ждал этого вопроса Во-первых, я не хочу звать в свой дом постороннего человека Потом, вы сестра моего сотрудника Денис говорил о вас только хорошее, исключительно в положительных тонах И потом я знаю, что вы крайне трудолюбивая, доброслойственная И к тому же, мне кажется, что вы найдете общий язык с моей Наташей Вот Денис был прав, когда говорил, что вы всегда пытаетесь настоять на своем Ну? Давайте сделаем так, я проведу пробный урок И если что-то не получится, как говорится, не в защите Хорошо Давайте попробуем договориться о времени Да, давайте Вы уже закончили работу, правильно? Да Давайте я отвезу вас к Наташе, как раз познакомимся Сейчас? Ну, а чего тянуть? Ну, просто если да, то да, если нет, то нет О, да, да, нет-нет, да Прекрасно Как? До свидания, Лев Валерьянович До свидания, до завтра Лева, ты освободился? Я думал, ты уехала Мы хотели вместе провести вечер, ты забыл? Прости, ничего не получится Но почему? Жена заболела, мне нужно домой, я не могу ее оставить одну в таком состоянии Что-то серьезное? А? С женой Не знаю Да Гриб, да поезжай Мне еще нужно в аптеку заскочить, там ей целый список выписали Угу, хорошо Тогда до завтра Да Да, да, до завтра Алло, дорогая Прости, забыл тебя предупредить Я сегодня дома поздно Меня не дожидайся, ложись У нас на кафедре аврал, не знаю, когда закончу До утра нужно отзыв на одну статью написать, а я ее еще даже не читал Не волнуйся, Лева, я прекрасно провожу время Ко мне приехал Арсений, обыгрывает меня в покер Ну, тогда Арсению привет, пока Да, целую, пока Привет тебе от Левы Спасибо Ну что? Вскрываемся? Я так не играю больше, все Да что это такое-то? Все, нет, хватит, хватит Давай лучше привемся на чай, ну опять, ну что это такое, Арсений? С удовольствием Арсений, Арсений, что б я без тебя делала, а? Играли бы в покер со своей соседкой Да, моя соседка такая же старуха, как я, тоже мне веселье Тетя Вера Да? Побойтесь Бога, какая вы старуха, вы вечно юная, вы, вы прекрасная Вы сто очков этим молодым дадите Ха-ха-ха-ха, Арсений не смеши, скажи мне лучше, когда ты уже наконец женишься? Такой прекрасный вечер, в такой вечер надо ходить на свидания А ты сидишь тут со мной, чаи гоняешь Нет, ну мне конечно приятно, что ты не забываешь о старой тетке Но ты еще такой молодой, тебе надо веселиться, делать всякие глупости Встречаться с девушками, целоваться Молодость, она проходит очень быстро, Арсений А ты мне скажи, где твоя девушка? Нет у меня девушки, тетя Вера Ну, то есть как это нет? А вот так вот нет, не сложилось Скажи, сможешь перевести вот этот абзац? Я не знаю Не знаешь? Ну и ничего страшного Скажи, ты по этому учебнику начинала заниматься? Да А можешь сказать, сколько успели пройти? Я не помню Не помнишь? Ну ничего страшного, нам вообще эти учебники не понадобятся Вы не будете со мной заниматься? Почему ты так решила? Ну, вы сказали, что учебники нам не понадобятся Да просто в них нет необходимости А заниматься, я надеюсь, мы с тобой будем Тогда идемте в дом? Нет, в дом мы с тобой не пойдем Потому что, раз уж мы решили учиться говорить, как настоящие англичане Писать и читать, как настоящие англичане Значит, мы должны вести себя, как настоящие англичане А настоящие англичане Очень любят прогулки по свежему воздуху Особенно в такую погоду, как эта Также они любят подстригать живую изгородь у себя в саду И пить чай с королевой Викторией С королевой? Да Так называется самый известный английский бисквитный торт Кстати, у меня есть и рецепт Мне подарила его одна пожилая женщина, когда я училась в Кемпридже Если хочешь, могу с тобой им поделиться Но он на английском языке Тебе придется самой его перевести Если что-то не получится, я помогу Согласна? Угу Пойдем Попробуй перевести Так, сейчас попробую Вроде они с Таткой поладили Похоже Действительно очень красивая женщина Дед, ты что, опять за свое? Просто сказал Пойдем, мне поможешь Сейчас Да не знаю я никакого Галактионова И тачку эту впервые вижу А во двор я зашел По нужде Это когда было-то? Я что, помню что ли? Так надоело мне эту комедию ломать Материал у нас на него выше крыши На десять лет Минимум потянет Давай забирай его Э, вы что, в какие десять лет? За что? Подожди, подожди За двойное убийство Галактионова Бориса Васильевича и Галактионова Александра Борисовича Да не знаю я никакого Борисовича Че вы такое говорите-то? Эта машина принадлежала убитому Галактионову Отца и сына Галактионовых убили в районе заброшенной лодочной станции возле Сосновки, в километре от твоего дома А машину перегнали в город и бросили во дворе И в этой машине, Ануфриев, полным-полно твоих отпечатков Как ты думаешь, насколько это потянет? Вот черт! Я действительно эту тачку впервые в жизни видел Мы с Вовкой ее взяли покататься, потом хотели на место вернуть Ну, смотри-ка, значит видел все-таки машину, да? Ты будешь говорить или снова дурака включишь? Да все я вам расскажу Давай А Вова подтвердит, мы никого не убивали, потому что в тачке никого не было Это какой Вова? Быков! Вова Быков! С поселка! Вова Быков! С поселка! Это мы сейчас выясним Мы закончили Ну, пойдем, пойдем, книжечки отнесем Ну, что скажете? Очень способная девочка Я думаю, дело пойдет Ой, как хорошо, как приятно Вы скажите, кроме денег я что могу? Я учебники, пособия Нет, 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 ничего не нужно, я все сама привезу Хорошо Следующее занятие в среду Подскажите, пожалуйста, ваш адрес, я хотела бы вызвать такси Какое такси? Софья Михайловна, вы что, никакого такси, я вас отвезу Нет, не нужно, я сама доберусь Вы не отказывайте, Софья Михайловна, пожалуйста, я вас отвезу, а то меня Если дед узнает, что я вас не отвез, он мне морали будет неделю читать, пожалуйста Правда, это он с виду кажется таким мягким подателем, а он на самом деле тиран и деспот Вообще, это он велел мне вас домой отвезти Что значит велел? Ты сам должен помнить об элементарных правилах приличия Ты Софью Михайловну привез, и значит ты сам должен ее до дому доставить Софья Михайловна, прошу с нами чайку, а потом Федор вас отвезет Клянусь, не знаю я никакого Галактионова Узнал? Так, все, выводите его Не убивали мы никого Мы во всем разберемся На выход Ну, мы все проверили Ануфриев и Быков в ночь убийства Галактионовых почти до утра отдыхали в местном кабаке Выпивали, потом их оттуда выперли Я думаю, что он говорит правду Нашли тачку, решили на ней погонять Потом испугались, что их ДПС остановит И бросили машину во дворах Ну да, похоже так оно и было Протоколы, протоколы, черт бы вас взял Почему все люди как люди и только я с бумажками занимаюсь? Все, мой рабочий день окончен Привет Ариш, нужна твоя помощь Говори Ты должна меня прикрыть Я скажу маме, что поехала к тебе А на самом деле? Неужели у тебя свидание? Крепость пала? Ты с ума сошла? Какое свидание? Это по работе Я должна найти сокровище и доказать, что я была права А Румянцев ошибся А что за сокровище? Потом расскажу Просто скажи, что мы занимаемся Ладно, договорились Пока ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Виктор Захаровичу невозможно отказать Ну, я вас предупреждал Софья Микаловна, а если у нас уже зашла речь о переводах, вы бы мне могли помочь с меню? А то ваш брат, он такого наворотил в русской кухне Да Что переводчика из агентства не знает, с какого букв подобраться У нас ресторан, поскольку визитная карточка города, иностранцы приходят Нужен английский перевод Я поняла, я не против Здорово Ну что, если Денис дома, может заедем вместе, пообщаемся? А, да, хорошо ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, Господи! Так до инфаркта можно довести! Ты что тут делаешь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok